Многоэтажки не будет. Такое решение принял застройщик, который планировал возвести высотку на территории, прилегающей к стадиону школы номер 222. Это связано с тем, что жители микрорайона были настроены против строительства дома на зеленом участке, который местная ребятня приспособила под игровую площадку. После того, как мы получили этот участок и готовы были начать строительство, мы увидели, что рядом жители, которые живут, очень негативно к этому отнеслись. Мотивируют это тем, что там дети играют. Но и мы после этого подумали, я решил, что, конечно, нужно сделать выбор в пользу детей, в пользу народа. И поэтому мы отказались от этого строительства. О том, что на участке территории, прилегающей к стадиону 222-й школы, планируется возвести многоэтажку, стало известно в мае прошлого года. Тогда жители микрорайона подняли тревогу и стали активно выступать против точечной застройки. Пошли на прием всей нашей командой, пошли на прием к Лиманову, поставили ему эти вопросы. К Лиманов на встречу нас заверил опять, что строительства не будет, но после этого мы пошли на прием к Букину, в приемную Единой России. В данный момент, естественно, нас устраивает, я так вот произнесу, что мэр Горда и господин Букин пошли нам на встречу, услышали нас. И однозначно благодарность, просто громаднейшая с юридической точки зрения, господину Савину, депутату. Большую помощь в вопросе с отменой строительства многоэтажки рядом со стадионом 222-й школы жителям оказал глава Заречного. Олег Климанов не просто выслушал активистов, а внимательно изучил аргументы людей и в итоге встал на их сторону. Но ситуация с юридической точки зрения не могла быть решена за один день. После серии встреч и переговоров на встречу жителям пошел и руководитель строительной компании. Интересы школьников и жителей микрорайона Олег Букин, как депутат «Единой России», поставил выше потребностей бизнеса. На сегодняшний день этот участок является свободным, свободным от прав третьих лиц, поэтому там строительства на квартирного дома, который планировался, не будет. Территория остается в том виде, в котором есть. В дальнейших планах по просьбе жителей мы будем предусматривать там развитие, будем планировать спортивное ядро, как для школы, так и для этого микрорайона. Но это после 2024 года, когда, я надеюсь, у нас появятся средства на реализацию этого проекта. Руководитель строительной компании официально отказался от возведения многоэтажки рядом со стадионом 222-й школы. Олег Букин заключил соглашение о раздорожении договора аренды земельного участка с Комитетом по управлению имуществом администрации Заречного. Этот документ был зарегистрирован в органах государственного учета. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».